Если белый рис связан с диабетом, как насчёт Китая? В настоящее время рис кормит почти половину населения страны, что делает его самым важным продуктом питания в мире. Но метаанализ семикогортных исследований, проведённых на 35 тысячах человек в течение 20 лет, показал, что более высокое потребление белого риса было связано с повышенным риском возникновения диабета второго типа, особенно в азиатских популяциях. По их оценкам, каждая порция белого риса в день была связана с увеличением риска диабета на 11%, что может помочь объяснить, почему эта связь была ещё сильнее в Азии, где они едят гораздо больше риса. Это может объяснить, почему в Китае уровень диабета почти такой же, как у нас в Америке. У них около 10%, у нас около 11%. Несмотря на то, что ожирение в Китае в 7 раз меньше. В Японии ожирение в 8 раз меньше, чем у нас, но тем не менее заболеваемость диабетом может быть выше, чем у нас. 9 на 1000 человек против 8. Они худея и всё ещё могут иметь больше диабета. Возможно, из-за всего белого риса, который они едят. Точно так же, как употребление в пищу целых фруктов связано с более низким риском заболевания диабета, в то время как употребление фруктов, переработанных в сок, может не только быть нейтральным, но на самом деле увеличивает риск диабета. Употребление в пищу цельных зёрен, таких как хлеб из цельной пшеницы или коричневый рис связано с более низким риском развития диабета, тогда как употребление в пищу белого риса, обработанного зерна, может не только быть нейтральным, но на самом деле увеличивает риск диабета. Потребление белого риса, по-видимому, не связано с повышенным риском сердечного приступа или инсульта, что является облегчением после того, как это более раннее исследование в Китае предположило связь с инсультом. Но хотим ли мы есть пищу, которая является нейтральной по отношению к некоторым из наших основных причин смерти, когда мы можем есть что-то, связанное с меньшим риском диабета, сердечного приступа, инсульта и увеличения веса. Но если вы посмотрите на проект Корнелл Оксфорд Китай, сельские диеты на основе растений, сосредоточенные вокруг риса, были связаны с относительно низким риском так называемых болезней изобилия, включая диабет. Может быть, азиаты просто генетически не получают такой же всплеск сахара в крови, когда едят белый рис? Нет, люди китайской национальности получают более высокие всплески сахара в крови. Рост этих болезней в Китае за последние полвека частично объясняется троекратным потреблением продуктов животного происхождения. Рост диабета был наиболее драматичным, и в основном это произошло за последние десятилетия. Эта сумасшедшая цифра распространённости диабета в 9,7%, которая соперничает с нашей, у них, похоже, был один из самых низких показателей диабета в мире в 2000 году. Так что же случилось с их диетами за последние 20 лет? Потребление масла выросло примерно на 20%, только потребление свинины выросло на 40%, а потребление риса снизилось примерно на 30%. Таким образом, показатели диабета стремительно росли, потребление риса снижалось, поэтому, возможно, причина в продуктах животного происхождения, а не в здоровой пище. Да, коричневый рис лучше, чем белый рис, но чтобы остановить растущую азиатскую эпидемию, возможно, нам следует сосредоточиться на устранении причины токсичной западной диеты. Это согласуется с данными, показывающими потребление животного белка и жира, связано с повышенным риском диабета. Но это не объясняет этого. Если виноват рост потребления мяса, то почему крупнейшие недавние исследования в Японии и Китае связывают потребление белого риса с диабетом? Ответом может быть то, что животный белок делает рис хуже. Если вы кормите людей пюре из белого картофеля, пища с высоким гликемическим индексом, такой как белый рис, это то, сколько инсулина должна выкачивать ваши поджелудочные железа, чтобы контролировать уровень сахара в крови. А если вы добавили тунца? У тунца нет углеводов, сахара, крахмала не будет иметь значения, верно? Или, может быть, он будет даже ниже, чем пик картофельного пюре, снизив гликемическую нагрузку всей еды, но вместо этого вы получите это. Двойной всплеск инсулина. То же самое со спагетти из белой муки и спагетти из белой муки с мясом. Добавление животного белка заставляет поджелудочную железу работать в два раза тяжелее. Вы можете сделать это с сахарной водой. Если вам нравится тест на глюкозу для тестирования на диабет, когда вы пьете определенное количество сахара, это тот тип всплеска инсулина, который вы получаете, но если вы принимаете точно такое же количество сахара, но с добавлением небольшого количества мяса, вы получите это. И чем больше мяса вы добавляете, тем хуже становится. Добавление небольшого количества мяса в углеводы кажется мало что дает, но как только вы набираете около трети стоимости куриной грудки, вы можете значительно увеличить выброс инсулина. Это может помочь объяснить, почему те, кто сидит на растительных диетах, имеют такие низкие показатели диабета. Потому что животный белок может заметно усиливать секрецию инсулина, вызванную потреблением углеводов. Субтитры создавал DimaTorzok